Я приветствую всех, всех, кто сейчас находится в прямом эфире. Тот, кто зашел через Zoom, тот, кто зашел через Instagram и, возможно, через Facebook. И также я приветствую тех, кто будет смотреть нас в записи. Сегодня уже четвертая встреча наших субботничных встреч. И на этих встречах мы с вами разбираем тонкости радикального прощения. В радикальном прощении четыре методики и, по сути дела, сегодня четвертая методика. Первая методика – это прощение других. Это мы разбирали на первой встрече. Следующая методика – это трансформация внутреннего мира и через трансформацию внутреннего мира, влияние на внешний мир. Это вторая методика – методика трансформации. Третья методика – это методика реализации желания. И в предыдущей как раз субботней встрече мы с вами искали наше желание и притворяли наше желание. И сегодня четвертая встреча, где мы будем прощать и принимать себя. И, по сути дела, это одна из самых, наверное, сложных для восприятия, для понимания, для получения результатов тема. И сегодняшний эфир буду вести я, Герман Семенюк. И я являюсь первым тренером по радикальному прощению на русскоговорящем пространстве. Наверное, моя цель для того, чтобы у каждого человека рядышком с аптечкой лежала анкета радикального прощения. Если заболит что-то в теле, вы возьмете из аптечки. Если заболит что-то в душе, вы возьмете анкету радикального прощения и избавитесь от боли. И давайте, наверное, что сделаем, чтобы немножко как-то познакомиться с аудиторией. Я попрошу вас поставить в чат оценочки. Там десяточка, если хорошо меня видно. И так единичка, если плохо меня видно или слышно. Поставьте, пожалуйста, мы посмотрим. Да, я смотрю десяточки, хорошо. Так что тогда следующий момент, чтобы как-то с вами познакомиться. Мне бы хотелось, чтобы вы в чат поставили, читали вы книгу радикального прощения и заполняли анкету радикального прощения. И, пожалуйста, поставьтесь, если, например, вы читали книгу плюсик, если анкету не заполняли, минусик. То есть плюсик, минусик, плюсик, плюсик. Поставьте вот именно ли да-да. То есть, чтобы я приблизительно знал, на какую аудиторию сегодня будет распространяться, то есть на что уточнить. Ну, я смотрю, что в большинстве все анкеты радикального прощения заполняли. Но для тех, кто не заполнял, анкета — это 20 вопросов, проходя которые, вы избавляетесь от внутренних переживаний. И, по сути дела, на первых субботних встречах мы учились заполнять эту анкету. Следующий момент, когда я пошел по пути радикального прощения, я понял, что есть еще следующий этап, следующий этап, который приведет меня к пробуждению. Я не говорю к просветлению, к пробуждению. И вот эта тема меня очень интересует. Как с помощью радикального прощения прийти к этому пробуждению, ну, может быть, получится и к просветлению. И как раз-таки сегодняшняя тема очень много будет пересекаться вот именно с темой пробуждения. Методику радикального прощения изобрел Колин Типпинг. И Колин Типпинг, он очень, я бы сказал, очень серьезно подошел вот к нашему эмоциональному миру. Он позволил нам с помощью его методики убирать тот негатив, который у нас в жизни есть. И, по сути дела, Колин Типпинг придумывал эту методику для того, чтобы излечить раковых больных. Он видел то, что у раковых больных есть осуждение себя или осуждение какой-то очень неприятной ситуации в жизни. Вот. И он увидел то, что эта методика великолепно работает на раковых больных. Потом он эту методику перенес на обычных людей. Перенес на обычных людей, чтобы они могли избавляться от обид. И сейчас уже таким второстепенным, наверное, эффектом, когда мы убираем переживания, то мы начинаем попадать в настоящий момент. Мы начинаем пробуждаться. То есть мы переходим на совершенно другой уровень сознания. То есть, по сути дела, мы начинаем видеть в себе свое божественное «Я». Что у нас сегодня будет на нашем сегодняшнем занятии? Первое то, что мы постараемся изменить мнение о себе в лучшую сторону. То есть, по сути дела, мы будем работать с чувством вины. Получается так, что за предыдущую вашу жизнь вы натворили каких-то дел, за которые вы себя осуждаете. И я покажу, почему это происходит, как происходит. И в конце мы даже сделаем с вами 13-шаговый процесс, который позволит убрать какое-то чувство вины за какую-то одну ситуацию. То есть, по сути дела, мы будем первое работать с чувством вины. Чувство вины у нас возникает тогда, когда мы что-то сделали по нашему мнению не так, и чувствуем чувство вины. И мы будем менять мнение о себе в лучшую сторону. Следующий момент. Мы с вами придем к согласию с собой, и мы будем работать с чувством стыда. Если с чувством вины как-то не работать, не убирать это чувство вины, через какое-то время оно очень часто переходит в чувство стыда. То есть, чувство стыда – это то, что когда мы испытываем, по сути дела, в настоящее время, когда мы недовольны собой. С чувством вины, по сути дела, мы работаем в прошлом. То есть, в прошлом что-то произошло, и мы испытываем чувство вины, а с чувством стыда, по сути дела, мы работаем как будто в настоящем моменте. То есть, мы стыдимся своего веса, своего знания, своего зарплука, того, что мы живем. И все это как раз-таки помогает нам, методика радикального прощения как раз-таки помогает нам прийти к согласию с собой. То есть, мы будем работать с чувством стыда. Ну и как-то автоматом получается так, что как только мы убираем чувство вины и чувство стыда, то мы с вами поднимаем свою самооценку. То есть, автоматом, когда мы начинаем убирать какие-то переживания, которые у нас есть, у нас автоматом поднимается наша самооценка, и мы чувствуем себя достойными, великолепными людьми. И сейчас мне хотелось задать вопрос, чтобы опять настроиться на то, что вам в большей степени давать, ваши ожидания. Какие темы вы хотели бы рассмотреть на этой нашей сегодняшней встрече? Так что, пожалуйста, напишите в чат. Вот. Если я увижу, я прочту. Если нет, девочки мне помогут. Напишите, пожалуйста, что бы вы хотели. То есть, если вы выделили время, пришли на наши встречи, то хотелось, чтобы конкретно… Так, ну вот, Джема пишет «Принятие себя», мы будем как раз этим заниматься. Разница между виной и стыдом. Ну, я немножко сказал то, что вина – это как будто за прошлые какие-то события, за наши поступки, которые мы осуществили. А стыд – это то, что в настоящий момент нас не устраивает. Как я говорил, то, что если они работают с чувством вины, то она потихоньку переходит в стыд. Так вот, прощение, принятие себя. Понять, почему я проксормирую, не делаю явно нужные мне вещи. Простить себя, сделать анкету прощения себя. Ну, сегодня мы анкету себя не будем делать. Возможно, при следующих встречах мы с вами это пройдем. Ну, мы пройдем тринадцатишаговый процесс, который тоже довольно-таки очень сильный. Еще пару здесь тем в Инстаграм, что неспособность зарабатывать деньги из-за болезни, прекратить себя самобичевать и обвинять. Хорошо. Все. Ну, я приблизительно понял то, что, может быть, я также попросил вас бы все-таки поучаствовать в чате, ну, то есть включиться в этот процесс, когда вы включаетесь, то есть вы подключаете все органы чувств, то ту информацию, которую я сегодня буду рассказывать, она как-то более детально ложится в вашем уме. И дальше, что бы хотелось? Ну, конечно, хотелось бы, какие техники по самопрощению вы знаете, какие упражнения по самопрощению вы знаете, какие применяете. Также напишите в чат, и мы с вами, возможно, чуть-чуть еще остановимся на этих вопросах, ну, и посмотрим, может быть, как-то вот теми техниками, которыми вы прощаете, принимаете себя, я могу, может, как-то их раскрою и покажу, что можно с ними сделать, как более эффективно их принимать. И первое, то, что мне хотелось вам рассказать, это сказать о существовании физического и ментального мира. Я очень утрированно все расскажу, но я думаю, вы поймете смысл. И для того, чтобы прийти именно к прощению и принятию себя, нужно вот этот простой механизм понимать, существование физического и ментального мира. Получается так, что мы не воспринимаем наш мир непосредственно. Мы его воспринимаем через ум, через ментальную конструкцию. И получается так, что очень часто мы не замечаем нашего физического мира. У нас есть образ, у нас есть некоторый символ, и мы в своей психике, в своем уме именно работаем с этим символом и не замечаем, возможно, за этим символом живого человека. И, по сути дела, наш ментальный мир, он формируется где-то до семи лет, то есть до семи лет у ребенка формируется вот этот мир, вот это видение, то есть он пробует во всем мире, дает свою оценку и так далее. И вот где-то к семи годам формирование ментального мира заканчивается. Но я хотел вам рассказать пример из своей жизни, как вот мой ментальный мир дополнился. Когда у меня были проблемы со здоровьем, я ездил во Вьетнам, чтобы заниматься с мастером по восточным единоборствам и через это оздоровить свое тело. И когда я приехал, когда я приехал во Вьетнам, я увидел, что какой-то вот неинтересный предмет, сейчас он как раз таки у всех на слайдах, вот интересный предмет, и я так посмотрел, думаю, что это такое, вот смотрел на эту картинку, и у меня, вот когда я только смотрел на нее, у меня было полное такое физическое восприятие. Вот было что-то, и я воспринимал его как некую картинку, у меня не было никакого представления. Ну вот, наверное, давайте я попрошу, возможно, в чате поставьте, кто знает, что это такое, скажите «да», а тот, кто не знает, напишите «нет». Ну да, уже здесь уже подсказывают, вот, многие знают. Но вот когда я первый раз увидел, для меня это было некая диковинка, некая диковинка, я смотрел. Следующее, то есть, по сути дела, я смотрел, я смотрел вот на эту диковинку и воспринимал его физически, то есть у меня не было никакой ментальной конструкции, у меня не было никакого мнения об этой вещи. Я на него как-то вот смотрел, и происходило вот именно непосредственное восприятие, происходило непосредственное восприятие, и я видел то, что сейчас вот, ну, видел вот это. Следующий момент, что дальше происходило? После того, как я видел вот именно прямое восприятие, через некоторое время, через некоторое время я опять увидел, увидел это нечто, и там со своим другом подошел, и первым у меня начался такой мыслительный процесс. Это, скорее всего, или фрукт, или овощ, или какая-то декорация, какая-то, какая-то красивая вещь, которую можно как-то использовать в декоре. Вот, и когда я подошел с другом, он сказал, это мангустин, и вот это фрукт, и у меня сложилось сразу уже в ментальном мире, это стал формироваться мой ментальный мир, а об этом уже фрукте, то есть то, что это фрукт. Следующий момент, через какое-то время наш учитель удивился с той, что я ни разу не пробовал мангустин, и купил, и мы его попробовали. То есть, по сути дела, первое, это просто вот я узнал, что он называется мангустин, попробовал, пощупал, вот. И что сделал, когда учитель предложил попробовать, я попробовал на вкус. И, по сути дела, у меня сформировался некий ментальный образ, какое он ощущение, какой он на вкус, как он выглядит и так далее. То есть у меня вот сложилось, можно сказать, первичное представление о нем. Следующий момент, буквально сразу же, буквально сразу же произошел следующий момент. А когда я его увидел, у меня уже сформировалась эмоциональная оценка. То есть этот фрукт, этот фрукт мне очень понравился. Он просто чудесный, прекрасный и так далее. Очень-очень вкусный. И у меня уже помимо того, что каких-то технических характеристик, у меня возникло именно мое эмоциональное вовлечение, что он очень вкусный, очень приятный. И мне даже захотелось просто им наесться, обожраться, потому что он, ну вот, во Вьетнаме очень вкусный. В России я пробовал, нет, не такой он, конечно, вкусный, но вот во Вьетнаме это было просто вот что-то потрясающее. И что дальше, после, когда закончилась одна из тренировок, я буквально побежал, побежал там на рынок, по дороге на рынок я встретил какого-то крестьянина, который на телеге вез эти мангустины, спросил, сколько у него они стоят. Он сказал, что доллар килограмм. Я ему отдал этот доллар, такой, бог ты мой, я по дешевке купил такой классный фрукт, который просто вот нектар жизни. Но когда я пришел домой, я вдруг обнаружил, открывая один мангустин, он оказывается гнилой. Открываю второй, третий, четвертый, и получилось то, что из всего килограмм, наверное, один или два фрукта были спелыми. И у меня уже отложилось следующее эмоциональное представление о нем. То, что, во-первых, он вкусный, но он бывает гнилой, и люди обманывают. И теперь, как раз-таки, когда я вижу этот мангустин, у меня всплывает вот эта картинка. У меня всплывает картинка, его ощущения на ощупь, какой он на вкус, что он очень вкусный, но что он бывает гнилой, и что люди обманывают. И получается так, что сейчас иногда, когда я смотрю на этот фрукт, я буквально его вижу, и потом у меня включается вот эта ментальная конструкция, и я уже общаюсь с неким символом в моем ментальном мире. Вот. И поэтому вот вы сейчас на слайде видите несколько вариантов моего восприятия. Первое восприятие – это напрямую, то есть напрямую, без ментального мира. И когда люди воспринимают все напрямую, без ментального мира, это как раз-таки состояние близкое к просветлению, пробуждению, когда у них нет оценки. Следующий, наверное, второй уровень, когда мы воспринимаем этот предмет или эту вещь только имея характеристики, вкус, цвет, как он выглядит и так далее. Следующий момент. У нас есть там третье восприятие – это когда мы ощущаем все то, что я перечислил, но в то же время мы знаем, что он очень вкусный, то есть эмоциональное такое переживание положительного. Но также есть четвертое восприятие, когда мы, помимо всего этого, воспринимаем отрицательное. Поэтому у нас формируется вот этот вот ментальный мир. И сейчас я вам рассказал только вот именно только о фрукте, о мангустине, как происходила у меня вот эта вот трансформация. Но помимо этого, мы на весь мир смотрим через ментальный наш образ. То есть на все фрукты мы смотрим через ментальный образ. На деньги мы смотрим тоже. Вначале мы видели, что это какая-то бумажечка, с которой можно что-то купить. А потом мы деньги начинаем наделять силы, наделяем власти и так далее. То есть, по сути дела, мы на все окружающее начинаем, мы уже не видим действительной картины. Мы, по сути дела, уже видим некий образ. Образ, который сформировался у нас в течение нашей жизни. И, как я говорил, то, что этот образ есть и положительный, есть и отрицательный. И поэтому, когда мы работаем с радикальным прощением, мы, по сути дела, работаем с этим ментальным миром. В этом ментальном мире, по сути дела, есть две силы. Первая сила – это память. То есть, память, которая запоминает все какие-то моменты и хранится в этой памяти. И когда мы работаем с чувством вины, например, то мы работаем с памятью. То, что мы из этой памяти выбираем какие-то неприятные ситуации в нашей жизни и их заменяем на нейтральные или, возможно, на какие-то положительные. И следующий момент. Уже переходим к теме нашего сегодняшнего занятия. То есть, по сути дела, в нашем ментальном мире есть, если упрощать, две картинки. Это хорошая картинка о себе, где мы великолепно закончили школу, получили какой-то разряд, идем по духовному пути. И негативная картинка, что мы недополучили какое-то образование, не знаем, там, английский и так далее. И вот эти две истории хранятся в нашем ментальном мире. Вот. И уже ваша воля, ваша воля осознанности, какую из этих историй вам применять. То есть, ну, поймите то, что когда вы вспоминаете о себе хорошим, в кровь вбрасываются определенные гормоны, и у вас повышается энергетика, вы становитесь более мобильным, память начинает хорошо работать, и вы успешно реализуете в настоящем моменте. А есть плохая история. Если вы обращаете внимание на плохую историю, то, опять-таки, вбрасываются гормоны в кровь, где вы, по сути дела, начинаете плохо себя чувствовать, у вас такое сонливое состояние, у вас нежелание что-то делать и так далее. То есть, по сути дела, самый простой метод, вот самый простой, уже не углубля, это как раз-таки поддерживать себе хорошую историю. Что для этого делают? То есть, первое, то, что это в своей квартире делают некую такую стену славы, на которую вешают значимые события из своей жизни, встречи с значимыми людьми, например, свадьба, какие-то достижения и так далее. Вот. И дальше получается то, что когда идет вот эта вот история, вот, поэтому очень важно эту историю именно лелеять и понимать. И вот плохую историю постараться вычистить, что есть. Поэтому, поэтому, ну, давайте сделаем один очень... Давайте поговорим сейчас сделаем одно из упражнений. Первое упражнение, которое хотелось бы провести. А сейчас давайте разделимся, постараемся разделить на две половинки. В первой половинке войдут женщины, женщины, и во второй половинку мужчины. Но так как мужчин немножко меньше, то я постараюсь девушкам, которые, ну, готовы поиграть роль мужчины, пожалуйста, там, водите во вторую группу. Как будет проходить упражнение? То есть сейчас я на слайдах покажу некую картинку. И вам нужно будет посмотреть на эту картинку и про себя. Посмотрите на эту картинку и про себя, оцените возраст той женщины, которая будет изучена, которая будет показана. После этого я, то есть сначала мы закрываем глаза, то есть мужчины и женщины, которые хотели бы поиграть мужскую роль, закрывают глаза, я показываю картинку, смотрят только женщины. Потом я попрошу женщин закрыть глаза, показываю вторую картинку, смотрят только мужчины. И потом я показываю третью картинку «Все открывают глаза» и в чате пишут приблизительный возраст женщины, которую вы видите. Я попрошу не подглядывать, я потом покажу все картинки, которые я не показывал там мужчинам и женщинам, но это будет интересным моментом. Возможно, вы уже это упражнение проходили, но для некоторых это будет очень-очень интересно. Значит, давайте теперь мужчины и тот, кто хочет сыграть мужскую роль, закрывайте глаза, закройте глаза. И я показываю первую картинку. Посмотрите на эту картинку женщины и постарайтесь для себя оценить, сколько ей лет. Смотрим на нее. Ермин, я прошу прощения, ты не перелистнул. Так, вот, смотрим. Теперь закрываем глаза, женщина закрывает глаза. Женщина закрывает глаза. И теперь мужчины открывают глаза и тот, кто хочет играть мужскую роль. Смотрим опять на эту картинку и оцениваем. Смотрим на эту картинку и приблизительно прокручиваете возраст. Какой приблизительно возраст. И теперь я попрошу всех закрыть глаза. Прошу всех закрыть глаза. Я сейчас покажу следующую картинку. И теперь в чат я попрошу... Так, следующая картинка. Сейчас, секундочку. И теперь открываем глаза, смотрим на картинку и в чате пишем возраст той женщины, которую вы видите. Спасибо. 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 Вот, но сейчас вы, то есть теперь эффект этой картинки в чем? То, что на этой картинке изображены две женщины, одна пожилая, одна молодая, и получается то, что те, кто видели картинку сначала молодой, очень часто сразу видят молодую девушку, а когда первый, тот, кто видел пожилую женщину, когда посмотрели, увидят пожилую женщину. Это как раз-таки некое показывает вам, как, да, это показывает вам, как работает наш ментальный мир. Да, правильно, эта картинка взята у Стивена Кови. И сейчас я на слайдах покажу те картинки, которые не видели. То есть вот первая картинка молоденькой девушки, которая есть, вы посмотрите на нее. Первая картинка – это молоденькой девушки. Вот первая картинка. Теперь давайте посмотрим вторую картинку пожилой женщины. И теперь посмотрим уже конечную картинку. И я просто немножко продемонстрировал, как работает наш мозг. То есть когда мы настроены видеть одну картинку, мы как раз-таки ее и видим, и не замечаем многое другое. Поэтому нужно понимать. Также и с прощением и принятием себя. Когда мы настроены, например, на негатив, то мы видим только негативные картинки. Когда мы с вами настраиваемся на позитив, то мы видим и позитивные картинки. И следующий момент. Ну, вот тот, кто не смог увидеть пожилую женщину, наверное, вы можете потом посмотреть. Когда будет рассылка записи, может быть, уже более детально вы можете рассмотреть, посмотреть эту картинку. Вот. Ну, это очень интересный такой эксперимент. И у вас будет домашнее задание. К следующим суббочным встречам что сделать? Вам нужно вспомнить 12 своих достижений в вашей жизни с точки зрения, ну, с своей точки зрения, не общедоступной. И позвонить трем друзьям и сказать то, что я сейчас прохожу вот тренинг, и мне нужно в течение 10 минут рассказать о своей жизни в положительном аспекте. Вот. Ну, звоните, говорите. Ну, вот как я бы выполнял то, что я родился в Оренбурге, я был долгожданным ребенком в семье, а меня окружала любовь, забота. Мы жили в великолепном доме, в таком сталинском доме, там было очень много знаменитых людей. Уже с детства я осознал, что такое интуиция, осознал, что есть какой-то голос, который подсказывает что-то внутри. И потом я шел, пусть из этого, в голос. То есть, и вы начинаете с положительной точки зрения 10 минут, 10 минут себе рассказывать. И потом заканчиваете. Возможно, друг захочет вам тоже рассказать о себе, что-то положить. Но самое главное, не скатываться в негатив. То есть, я там получил первое образование, второе, но вот третье не получил. То есть, не нужно что-нибудь, только положительное об этом говорим. И вы увидите, что вы в своем подсознании активируете свою положительную историю. И вы даже почувствуете, как будет такой прилив энергии. Вам захочется что-то делать. То есть, вы по-другому на себя посмотрите. Поэтому это очень простое, но очень эффективное упражнение. Поэтому я вам настоятельно рекомендую проделать это упражнение. То есть, проделайте. И если будет возможность, уже в чатах или в Инстаграм, или можно в ответном письме, напишите свои ощущения от выполнения этого упражнения.